Крошка обычного хлеба и у Андрея болит живот, диарея или рвота. Все из-за целиакии. Это непереносимость глютена, белок в составе пшеницы, ржи и ячменя. С пяти лет Андрей на строгой диете, как и его брат. Их мама покупает рисовую, гречневую, кукурузную муку в специализированных магазинах и печет хлеб сама. Она же готовит мальчишкам еду в школу, где нет отдельного питания. Говорит, в детском саду было сложнее. Ну, хорошо, что разрешали приносить с собой хоть хлеб к полднику детям. Бывали случаи, что за весь день ребенок может съесть только тарелку супа. Потому что остальное, например, на завтрак каша овсянка, на обед макароны, на ужин тоже какая-нибудь каша перловая. И все, мне ребенок голодный. Я обращалась, мне нам предложили только четырехчасовой день пребывания в садике без питания. Но, учитывая, что наши продукты заоблачные, поэтому на одной зарплате мы не протянем. Учитывая, что у меня двое таких ребятишек. Целиакия, к слову, не лечится, но можно приглушить основные симптомы, подбирая особое питание. Есть у нас в ассортименте растительные продукты. То есть это на основе соевого белка, подсолнечного белка. Выглядит эта продукция в виде колбасы. Соевые продукты – это идут у нас уже и сыры. Есть сыры, прям конкретно безглютеновые, основанные на кокосовом молоке. Паштеты разного вида. То есть можно все найти, и сладости найти, и прям полноценную. То есть еду, чтобы можно было закусить. Безглютеновая продукция обычно дороже. Например, специальные макароны в среднем стоят около сотни рублей. Рожки и ракушки для обычного потребителя – 30. 250 граммов безглютеновой мучной смеси в интернет-магазине стоит 143 рубля. Это как 6 килограммов обычной пшеничной муки. Выбирая продукты, больным целиакии советуют «Не уверен, в составе не покупай» и добавляют надпись «Безглютена» часто маркетинговый ход. Лишь этот знак гарантирует, что товар проходил экспертизу. Кстати, спрос на такую продукцию на Алтай растет. Врачи все чаще диагностируют целиакию. В некоторых регионах до одного случая на тысячу населения. Я знаю, что у нас в Алтайском крае тоже достаточно много таких случаев. Если, в общем-то, подобрали нормальный рацион питания, то они живут обычно нормальной жизнью, социально адаптированной. Сколько на Алтай больных целиакии точно неизвестно. Заболевание проявляется лишь когда родители начинают вводить прикорм. При этом диагноз ставят после длительного наблюдения. Татьяна уже давно поняла, для ее детей целиакия не приговор. Рома и Андрей успешно учатся в школе и общаются с друзьями. А для мамы диагноз сыновей – еще одна возможность побаловать их домашней выпечкой, приготовленной с любовью. Елена Кузовкина, Анна Ирбис, Илья Халяпин. День с толком.